Опять восколеблется он, видя бездну помыслов и толпу младенцев вавилонских. На это колебание рассеивает Христос, если основанием ума непрестанно в нем утверждаемся, и младенцев вавилонских отбрасываем, разбивая камень этот, исполняя, как говорится, желание свое на них, свое против них негодование. Ибо, как говорит премудрый, хранящий заповедь, не увесть глагола лукава, и Господь говорит, без меня не можете делать ничего. Так подлинно есть истинный монах, кто держит трезвение, и тот есть истинный трезвенник, кто в сердце монах, у кого в сердце только и есть, что он да Бог. 160. Жизнь человеческая простирается вперед с чередованием годов, месяцев, недель, дней и ночей, часов и минут. Вместе с ними надлежало бы и нам до самого исхода простирать вперед к совершенству добродетельное делание, разумные трезвения, молитвы, сладостердечные при неослабном безмолвии. 16. Найдет, наконец, и на нас сейчас смертный, придет, и избежать его нельзя. 17. И, о, если бы воздушный князь мира, пришедший тогда, нашел беззакония наши малыми и ничтожными, чтобы не мог справедливо обличить нас, иначе восплатимся тогда, хотя уже бесполезно. 17. Ибо раб, как говорит Господь, знавши волю Господина своего и не делавши, бит будет много. 18. Горе, погубившим сердце, и что сотворят они, когда посетит Господь? 18. Возьмемся же, братья, поревно с ней задело сердце. 18. За простыми и бесстрастными помыслами следуют страстные, как узнали мы из долговременного опыта и наблюдения, и первые служат входом для последних, бесстрастные для страстных. 19. Воистину, надлежит человеку надвое растечь себя произволением, надобно ему разодрать себя мудрейшим помышлением, воистину врагом самому себе непримиримым подобает стать ему. 20. Какое кто имеет расположение к человеку, крайне его оскорбившему и обидевшему, такое же или еще худшее должны мы иметь и к самим себе, если хотим исполнить величайшую и первейшую заповедь, то есть блаженное смирение, Христово жительство, воплощенную жизнь Бога. 21. Посему апостол говорит, кто избавит меня от всего тела смерти, по закону Божию не покоряется. 22. Показывая, что покорять тело под волю Божией есть одно из лежащих на нас дел, сказал, если бы судили себя, то не были бы осуждены. Будучи же судимы от Господа, наказываемся. 165. Начало плодоносия – цвет, а начало трезвения ума – воздержание в птище пятии, отвержение и отсечение всяких помыслов и сердечное безмолвие. 17. Когда, возмогая о Христе Иисусе, начнем мы тищи в трезвении, твердо усыновившемся, тогда сперва является нам в уме как бы светильник какой, держимый нами рукой ума и руководящий нас на стези мысленная. 18. Потом, как бы луна в полном свете, вращающаяся на тверде сердечной, наконец, как солнце, и Иисус, подобно солнцу, сияющий правдою, то есть показующий себя самого и свои светлые светы созерцаний. 18. Это таинственно открывает он уму с непрерывным рвением, хранящему заповедь его, которая говорит «Обрежьте жестокосердие ваше», второзаконие 10.16. 18. Да. «Дивным истинам, как уже сказано, научает человека тщательное трезвение. Божество нелицеприятно. Почему Господь говорит, слышите меня и разумеете? Жабаимот, что кто имеет, дастся ему и преизбудит ему, а кто не имеет, у того и отнимется то, что есть». 19. И еще. «Любящим Бога все споспешествует ко благу. И тем ли паче к этому поспешествует им сия добродетель трезвение и молитва? 20. Не двинется вперед корабль без воды, не преуспеет нисколько и хранение ума без трезвения со смирением и молитвой Иисус Христовою. 21. Основание дома камни, а сей добродетели хранение ума и основание и кровля святое и поклоняемое имя Господа нашего Иисуса Христа. 22. Скоро и легко потерпит кораблекрушение во время бури неразумной кормчи, который корабленников распустит, веслой паруса бросит в море, а сам ляжет спать. 23. Но еще скорее потоплена будет бесами душа, которая при начинающихся прилогах вознеродит отрезвение и призывание имени Иисуса Христова. 23. Мы, что знаем, передаем через Писание, и что видели, проходя путем, о том свидетельствуем желающим, если захотите принять сказанное вам. 24. Вот сам Господь сказал, кто во мне не прибудет и звернется вон, как ветер засохший, а их собирают и в огонь бросают, и они сгорают. 25. А кто прибудет на мне и я в нем, тот приносит много плода. 26. Как невозможно солнцу сиять без света, так невозможно сердцу очистить от скверных пагубных помыслов без молитвы именем Иисусовым. 27. Если это истина, как вижу на опыте, то будем возглашать это имя так же часто, как дышим, ибо оно свет, а те помыслы скверная тьма, и он, призываемый Иисус, есть Бог и Владыка, а те слуги демонские. 28. Хранение ума пристойно и достойно именоваться светородным, молниеродным, светоиспускательным и огненосным, ибо, истина сказать, оно одно превосходнее самых великих телесных добродетелей, сколько бы их ни имел кто. 28. Всего-то ради и надлежит называть эту добродетель самыми почетными именами, ради рождающихся из нее светозарных светов. 29. Возлюбившие ее из грешников непотребных, скверных, невеж, несмысленных, неправедных, делаются силой Иисус Христовой праведными, благопотребными, чистыми, святыми и разумными. 30. И не только это, но и начинает созерцать таинство и богословствовать. Сделавшись созерцателями, они переселяются к оному причистому, беспредельному свету, прикасаются к нему неизреченными прикосновениями, с ним живут и действуют, поскольку вкусили, как благ Господь. 30. Так что на этих первоангелах явно исполняется слово Божественного Давида. 31. Более праведное исповедуется имени Твоему, и селятся правые лицом Твоим. 31. И действительно, они только одни истинные призывают Бога, исповедуются Ему, и с Ним беседовать всегда любят, любя Его. 32. Горе внутреннему от внешнего, ибо внутренний человек много терпит от внешних чувств. Но потерпев что-либо, он должен употребить бичи против этих внешних чувств. Сделавший то, что следует по букве, уже уразумел и то, что следует по умозрению. Если внутренний наш человек трезвится, то, по словам Отцова, он силен сохранить и внешнего. 33. По их же словам, мы и злодеи, демоны, обои, сообща, совершаем грехи. 34. Все в помыслах или мечтательных живописях изображают только перед умом грехи, как хотят. 35. А мы и помыслами внутренне, и делами внешне грешим. 36. Демоны, не имея тел дебилых, лишь помыслами, кознями и обольщениями, и себе и нам уготавляют муку. 37. Но если бы эти непотребнейшие не были лишены дебилого тела, то грешили бы непрестанно и делами, всегда содержа в себе злое произволение, готовое не чествовать. 38. Но молитва сердечная ко Господу разбивает их и в прах обращает прещение их. 39. Ибо непрестанно и неленосно призываемый нами Иисус, Бог и Сын Божий, отнюдь не допускает им даже и начать вложение в нас греха, что называют прелогом. 40. Не допускает ни образ какой-либо показать уму в зеркале мысли, ни проговорить какие-либо слова сердцу. 41. Но если никакой образ не стеснится в сердце, то оно и от помыслов, как мы сказали, будет пусто, потому что демон обыкновенно через помыслы скрытно беседует с душой и научает ее злу. 41. И так, от непрестанной молитвы, мысленной в нас, воздух чист бывает от мрачных облаков и ветров духов злобы. 42. Когда же воздух сердца чист, то ничто не препятствует уже сиять в нем Божественному Свету Иисусову, если только мы не надымаемся тщеславием, самомнением и хвастливым себя выказыванием. 43. Не понесемся к недосягаемому и не будем зато лишены помощи Иисусовой, потому что Христос ненавидит все такое, будучи образцом смирения. 44. Емнемся же за молитву и смирение сии два оружия, которыми совокупно с трезвением, как мечом огненным, ополчаются мысленные воители против демонов. 45. Если так будем вести жизнь свою, то каждый день и час можем таинственно, радостно иметь праздник в сердце. 46. Восемь главных помыслов греховных, которыми объемлится вся область таких помыслов, и в которых все они имеют свое рождение. 47. Все они подходят к дверям сердца и нашедшие его неохраняемым умом, один за другим входят в него каждый в свое время. 48. Когда какой из этих восьми помыслов, поднявших в сердце, войдет в него, то вводит с собой целый рой нечистых помыслов и, омрачив таким образом ум и сердце, раздражает тело и влечет его к совершению срамных дел. 49. Но кто блюдет главу змея, прилог, и гневным прикословием, гневное подобрав слова, как бы пястью, бьет в лицо врага, тот тем самым пресекает брань. 50. Ибо стержи главу, он избег и помыслов порочных, и дел порочнейших. После всего мысль у него пребывает уже неволненную, потому что Бог приемлет его бодрствование над помыслами, и в воздаянии зато дарует ему ведение, как надо преодолевать врагов, и как нам лежит очищать сердце от помыслов, оскверняющих внутреннего человека, о которых так говорит Господь Иисус. 51. Из сердца исходят помышления злые, прелюбодеяния, любодеяния. Это скверняет человека. 52. Таким-то образом душа может о Господе стать в своем благообразии, красоте и правости, как вначале создана была Богом, и прекрасную, и правую, как говорит Эликера Божий Антоний. 53. Когда в душе ум бывает таким, как следует ему быть по естеству, тогда она бывает вся добродетель. 54. Он же сказал опять, быть душе правой есть то же, что иметь ей ум в естественном состоянии, как создан. 55. И немного ниже опять говорит он, очистим ум, ибо я верую, что он, будучи всесторонне очищен, и пришедший в естественное свое состояние, может сделаться прозорливым и видеть более и далее демонов, имея в себе дающего откровения Господу. 55. Вот что говорил славный Антоний, как сказывает Афанасий, великий в житии Антония. 56. Всякий помысл воспроизводит в уме образ какого-либо чувственного предмета, ибо астериянин, враг, будучи сам умной силой, не иначе может превращать, как пользуясь чем-либо привычным для нас чувственным. 57. Как невозможно нам, человекам, гоняться по воздуху за пернатыми птицами или летать подобно им, потому что это не свойственно нашему естеству. 58. Так невозможно нам избавиться от нетелесных демонских помыслов и свободно устремлять внимательное око ума к Богу, бестрезвенной непрестанной молитвы. 59. Если нет в себе этого, то ты на земле и за земным охотишься. 60. Если истинно хочешь покрыться ты дом помыслы, достодожно безмолвствовать и без труда трезвенствовать сердцем, да припнет к дыханию твоему молитва Иисусова, и в немного дней увидишь это на деле. 60. Как не следует букв писать на воздухе, а надо их рисом начертывать на каком-либо теле твердом, чтобы они могли надолго сохраниться. 61. Так с притрудным трезвением своим должно нам существовать молитву Иисусову, дабы прекрасный добродетель трезвения вместе с Ним была в нас всегда целою, и через Него вовеки сохранилась в нас неотъемлемою. 61. Возложи, как сказано на Господа, дела свои и обрящешь благодать, дабы и к нам с тобой не относились слова пророка. 61. Близ ты, Господи, уст их, далеко же от утробы их. Иеремия 12, 2. 62. Никто другой прочно не умиротворит сердце твоего от страстей, кроме самого Иисуса Христа, сосчитавшего в себе далеко расстоящее, то есть Божество и человечество. 62. Равно омрачает душу и мысленные внутри беседы с помыслами, и внешние разговоры и празднословия. 63. Итак, тем, которые стараются отвращать от ума своего все вредное, должно без жалости прогонять и тех, и других любителей празднословий и помысловий и людей, по весьма уважительной по Богу причине именно, дабы ум омрачаясь не ослаб в трезвении. 64. Ибо будучи омрачены забвением от бесед, мы теряем ум, становимся такими, как бы в нас ума не было совсем. 65. Кто со всем старанием хранит чистоту сердца, тот наставником в ней будет иметь законоположители ее Христа, который таинственно будет изрекать ему волю свою. 65. Услышу, что скажет мне Господь Бог, говорит Давид, указывая на это. 66. Изображая же разглагольствие ума с самим собой о мысленной брани и о заступническом в ней покровительстве Божьем, говорил он, и скажет человек, есть плод праведнику. 66. А потом, изъявляя состоявшееся следствие обоистороннего рассмотрения решения, говорит, Бог, судящий и злым демонам на земле сердца нашего там же. 67. И в другом месте, говорит он, приступит человек и сердце глубоко, и вознесется Бог, и тогда стрелами младенцев будут сочтены язвы их. 63. 7. Будем сейчас. Всегда вести себя, как наказанное сердцем в мудрости. 89. 12. Непрестанно дыша Иисус Христом, Бога Отца силой и Божией премудростью. Если же по какой-либо случайности, опустившись, вознеродим об этом умном делании, то в следующее утро опять добре припаяшим чресло ума нашего, и покрепче возьмемся за дело свое, зная, что нет никакого оправдания нам, ведущим, зная добро и недело. Если не будем творить того, как если, когда вредоносные яства, недавно принятые, произведут в теле болезненную тревогу, вкусивший их, лишь только почувствует этот вред, поспешит извергнуть их вон, то остается невредимым. Так и ум, когда поглотив принятые им порочные помыслы и почувствовав душевредную горечь их, поспешит молитвой Иисуса из глубин сердца, возглашая ему, извернуть их вон, и далеко отбросить их от себя, то через это избежит всякого от них вреда, как по милости Божией научение от других, и вместе с ним собственный опыт предали трезвенствующим разуметь настоящее дело. С дыханием Твоим соедини трезвение и имя Иисусова, или помышление о смерти и смирении, ибо то и другое велико доставляет пользу. Господь сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Сказал еще Господь, смирился, как отрок сей, тот больше будет в Царстве Небесном, возносящий же, да будет унижен. От меня, говорит, научитесь. И видишь ли, чему научиться? Смирению. Заповедь Его, жизнь вечная есть, и сия заповедь есть смирение. Следовательно, кто не смирен, тот отпал от жизни, и, конечно, найдется там, что противоположно ему. Если всякая добродетель творится душой и телом, душа же и тело, которыми, как я сказал, совершается всякая добродетель, суть творения Божия, то не крайне ли сумасбродствуем мы, когда величаемся и тщеславимся чуждыми украшениями души и тела? И не тем ли это более, что, опираясь на гордость, как на тростниковую трость, мы восстанавливаем против себя беспредельного величия Бога, таким крайним беззаконием своим и безумием, привлекая на голову свое страшнейшее его неблаговоление, ибо Господь гордым противится. Вместо того, чтобы подражать Господу в смирении, мы своим тщеславным и гордостным мудрованием вступаем в содружество с неистовым врагом Господа, гордым дьяволом. Посему-то апостол говорит, что имеешь, что хвалишься, как будто не получил. Разве ты сам себя создал? Если же тело и души, из которых и через которых всякая добродетель бывает, получил ты от Бога, то, что хвалишь ты, как не получивший, ибо Господь все это тебе даровал. Очищение сердца, через которое как смирение, так и всякое свыше сходящее благо имеется в нас, ничто иное есть, как то, чтобы отнюдь не попускать прирожающимся помыслам входить в душу. Хранение ума с Божьей помощью ради единого Бога, действуемое, установившись в душе, доставляет ему мудрость введения подвигов по Богу, введения. Немалую также причастнику своему доставляет она способности к тому, чтобы по Богу устроять и внешние дела, и слова с рассуждением безукоризненным. 195. Отличительное в Ветхом Завете первосвященническое украшение, чистая золотая дощечка на груди с надписью «Святыня Господня», исход 28-36, была прообразованием сердечной чистоты, которая внушает нам внимать дощечки сердца нашего. Не почернела ли она от греха, дабы, если окажется такой, и поспешили мы ощущать ее слезами, покаянием и молитвою. Ум наш есть нечто легкое, подвижное, и трудно удержать его от греховных воспоминаний. Можно, впрочем, сказать, что он с равным удобством последует, как за худыми, так и за добрыми мысленными мечтаниями. Блажен воистину, кто так прилепился мыслью к молитве Иисуса, вопия к нему непрестанно, в сердце, вопия, как воздух прилежит телам нашим или пламя к свечке. Солнце, проходя над землей, производит день, а святое и достопоклоняемое имя Господа Иисуса, не пристанно сияя в уме, порождает бесчисленное множество солнцевидных помышлений. Когда рассеются облака, воздух показывается чистым. Когда же солнцем, правдой Иисусом Христом, рассеются страстные мечтания, тогда обыкновенно сердце рождается святовидное и звездовидное помышление по причине просвещения Иисусом воздуха сердечного. Ибо премудрый говорит, надеющийся на Господу, разумеет истину, и верные в любви пребудут ему. Премудрость 3.9 Сказал некто из святых, «Злопамятствуя, злопамятствуя на бесов, и враждуя, враждуя на тело всегда, плоть коварный друг, и, будучи довольствуема, сильнейшую поднимает брань. Еще враждуя против тела, и воюй против чрева». В предыдущих главах, составляющих первую и вторую сотню, описали мы труды священного безмолвия ума, представляя не собственного, только изыскания плотного, и то, чему божественные глаголы богомудрых отцов учат нас относительно чистоты ума. Теперь, сказав еще немного в показания пользы хранения ума, кончим слово. 200. «Итак, приди, последуй за мной к достижению блаженного хранения ума, кто бы ты ни был, любящий в духе видеть дни благи. И я, Господи, научу тебя видимому деланию и жительству бесплотных сил. Не насытятся ангелы, воспевая Творца, не насытятся и ум в чистоте им соревнующие. И как не пекутся о пище невещественные ангелы на небе, так не заботятся о ней и вещественные невещественники, люди, трезвенники на земле, когда взойдут на небо безмолвия ума. Как горние силы не заботятся о богатстве и стяжаниях, так и душевное око, очистившее и стяжавшее навык добродетели и трезвения, не пекутся о злобствовании злых духов. И как тех отличает богатство при спеянии совершенства в Боге, так и этих отличает вожделение и любовь к Богу, стремление и восхождение к Божественному. И они с ненасытимым вожделением от вкушения Божественной, приводящей восхищение любви, простираясь в восхождение горе по степеням совершенства духовного, не остановятся, пока не достигнут уподобления Серафимом и не почивят от трезвения ума и вожделительного возвышения. Доконы не сделаются ангелами во Христе Иисусе Господе нашим. 202. Нет яда, более яда аспидой василийской, и нет зла, более зла самолюбия. Исчаде за самолюбие эти змеи летающие, суть сии, самохваление сердца, самоугодие, чрево неистовства, блуд, тщеславие, зависть, и вершина всех зол гордость, которая не только людей, но и ангелов ствергает с небесы, вместо света покрывает мраком. 203. «Все написал тебе, Феодулица, именник безмолвия, то есть Исихий, хотя не безмолвник на деле. Может быть, я написал не все, относящееся к нашему предмету, но всячески то, что подал Бог во Отце, Сыне и Духе Святом, хвалимый и славимый от всего разумного естества. Ангелов и человеков от всякой твари, созданной неизреченной Троицей, Богом Единым, коего светлое царствие досподобимся получить, и мы, молитвы Пресвятой Богородицы, и преподобных Отец наших, ему, Богу непостижимому, вечная слава. Аминь. Преподобный Нил Синайский, краткое сведение о нем. Преподобный Нил происходил из богатой и знатной фамилии, вероятно, еще тогда, как Святой Златоуст был проповедником в Антиокии, был слушателем и учеником его. Знатное происхождение и личные достоинства возвели его на степень префекта столицы, но стремления его духа не согласовались с должными хлопотами и порядками жизни столичной. Почему, согласившись с супругой, с которой имел уже двух детей, оставил он мир, чтобы в уединении успешнее тищи путем спасения? Он, взяв с собой сына Феодула, поселился на Синае, а супруга его с дочерью нашли себе приют в одной из египетских женских обителей. В Синайской пустыне преподобный Нил жил крайне строго. Своими руками с сыном выкопали они себе пещеру и, живя в ней, питались даже не хлебом, а дикими горькими растениями. Все же время проходило у них в молитве изучение писания, богомыслия и трудах. Оставя, однако, шмир, преподобный Нил не оставил общения с людьми. Из всех мест и всякого рода лица обращались к нему со своими духовными нуждами. И никто не был оставляем без потребного вразумления и назидания. И царь писал к нему, прося молитву, и он писал к царю, укоряя его в несправедливости к святому Златоусту. Другие писания преподобного преимущества нравственного и аскетического содержания. Из всего им написанного видно, как обширны и глубоки были его познания, и как неутомим труд его в этом деле. Для испытания любви его к Богу было ему особое искушение. Напали на Синаи и окрестные его области дикие варвары из Аравии. И все разграбили, многих побили, иных забрали в плен. В числе последних был и Феодул, сын преподобного Нила. Беда эта была очень чувствительна для преподобного, и он не находил в себе покоя, особенно когда на второй или третий день после общей беды принесена была к нему вещь, что сына его дикари положили принять жертву утренницы, звезде Венере. Не утверждаясь, вспомнило ли было такое определение. Но недолго попустил Бог томиться его родительскому сердцу. Скоро узнал он, что жертва не состоялась, и пленники распроданы в христианские страны. Поиски нашли его потом в городе Илузе, епископ которого купил его у варваров вместе с другими, и готовил уже к служению церкви, которому был упрашиваем и отец, прибывший за ним. Любовь к пустынножитию не позволила ему согласиться на это, и епископ, посвятив их священники, благословил им отойти на любимый Синай, где и прибыли они до конца жизни. Преподобный Нил оставил мир в 390 году, в пустыне Синайской прожил лет 60 и скончался около 450 года. Памятью о 12 ноября и 13 января. Аскетические наставления преподобного Нила Синайского 2 том добротолюбия страница 205 1. Слово о молитве предисловие Благовременно восставил ты меня лежащего в жгучей горячке речь применяется к исцелению тещи Симонова прикосновением руки спасителя в жгучей горячке нечистых страстей прикосновением боголюбивого письма твоего и ум мой недугающий самыми срамными недугами ободрил утешением блаженно подражая великому наставнику и учителю. И не дивно долей твоей всегда было искать славного и знаменательного как и благословенного Иакова. Почему поработав хорошо ради Рахили и получив Лию и ищешь и возлюбленную и как и за нее исполнивши семилетие работы А я не отрекаюсь сознать что потрудившись всю ночь ничего не поймал но по слову твоему ввергний сети излег множество рыб не думаю что великих однако же стоят пятьдесят три. И их-то посылаю к тебе в кошнице любви и тем исполняю повеление твое составив равное тому число глав о молитве удивляюсь я тебе и очень ублажаю прекрасное произволение твое что возжелал ты не другое чего а глав о молитве и при том не просто возжелал чтобы они руками на харте написаны были но чтобы внедрены были в уме любови и незлоби поскольку все сугубо едино против единого по слову премудрого стираха 42.25 то не по букве только прими их но и уразумей духом за малочисленность глав не брони как умеющий и насыщаться и лишаться филиппийцам 4.12 ей не брони помни что Господь не отверг и двух хлебов давицы но принял их благосклоннее чем богатые вклады многих других но более умея хранить в отношении к искренним братьям своим благорасположение и любовь молись о немоществующем чтобы он стал здрав и взя водор свой начал ходить благодатью Христовую аминь 153 главы о молитве если бы кто захотел приготовить благовонный фимиан то ему надо бы по закону сложить по равной части Ливана Чистого Кастия Ониха и Стакты исход 30.34 это четверица добродетелей воздержание мужества мудрость правда когда они все в полном совершенстве и в равной силе присущи в душе тогда не будет предан